МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, друзья! В эфире программа 12 минут футбола, в которой мы обсуждаем жизнь и матчи футбольного клуба Ростов. В эту субботу чемпионат России подарил нам очередное южное дерби. Всеми любимое Ростово-Кубанское противостояние получилось очень интересным. О том, каким был этот матч, в репортаже нашего корреспондента. Одолеть принципиального соперника Краснодарскую Кубань с таким настроем выходили донские футболисты на поле Ростовского Олимпа. Очки Ростову нужны как воздух. С первых минут хозяева, окрыленные успехом на Волге, идут вперед. Территориальное игровое преимущество в дебюте на стороне желто-синих. Мы понимали прекрасно, что Ростов последние четыре домашние игры проиграл. И дополнительная мотивация была оправдаться перед своими болельщиками. Вопреки ожиданиям донских болельщиков, счет на 23-й минуте открывают гости. Защитники Ростова оставили Зилау штрафной без присмотра. Кубанский бразилец свой шанс использовал на 100%. Донской Хорват Степи Пельтикоса впервые достает пропущенный мяч из ворот Ростова. Я думаю, что там индивидуальная ошибка. Там тренера говорили, кто с кем должен играть при стандартах. Кто-то упустил своего игрока, защитника, он вообще один остался. Честно говоря, были сами удивлены. В очередной раз досадные ошибки в обороне привели к такому результату. Претензий к ребятам по самодаче, конечно, нет. Тяжело, конечно, было готовиться к этой игре. И много сборников приехало в канун. Как бы смазана была полотенцовка. Но не менее они отдали каждый себя в этой игре. Вскоре Сергей Балахмин вытаскивает из желто-синей колоды аргентинский козырь. Активность бракомонта и старания Калачева приводят к голу. Это уже второй мяч Эктора в двух последних играх. Счет равный. Но радость главного тренера длилась недолго. Спустя шесть минут вновь неразбериха у ворот хозяев. И Кубань снова впереди. Игра была, так могу сказать, ровная. Было много борьбы в центре поля. К сожалению, мы делали здесь большие ошибки. Из этих ошибок они нас наказали, проиграли. И вот сейчас нам дальше следит борьба за выживание. И надеемся, что видим из этой ситуации. Ростов не сдается. Желто-синие создают опасные моменты. Но в завершении атак вновь не хватает везения. Итог – очередное домашнее поражение. Теперь аутсайдеры чемпионата «Самарские крылья» и «Спартак» и «Знальчика» сравнялись с Ростовом по количеству очков. Исправить положение желто-синие попытаются в Грозном 20 августа. Сегодня у нас в гостях полузащитник или, как правильнее сказать, нападающий футбольного клуба «Ростов» Максим Григорьев. Макс, очень рад тебя видеть. Спасибо, что пришел. Но самый главный вопрос – как настроение после матча с «Кубанью»? Да, настроение как нормальное. Больше огорчились, наверное, потому что не по игре проиграли. Согласен, что Ростов показывает, в общем, достаточно неплохой футбол в последних двух матчах, но вот чего-то не хватает постоянно. Да, согласен. Как бы и с тренерами, так же с игроками, с ребятами обсуждаем. Игру мы показываем неплохую, но чего-то как раз не хватает в последнем моменте, там, перед штрафной. Надо побольше, наверное, бить, создавать каких-то острых передач. У тебя был интересный очень момент в первом тайме, когда ты его решил пробить через себя. Почему именно так решил и почему не получилось? Не знаю, что через себя ударишь, как бы, или с левой ноги, или с правой. Как мяч прилетит, так получилось, что решил через себя пробить. Это как бы... Импровизация, да? Ну, да. Ощущалось, что матч между Ростовом и Кубанью – это такое очень серьезное южное противостояние? Ну, конечно, даже вот, когда иногда едешь, база недалеко находится от стадиона, едешь и внимание обращаешь, и чувствуешь, как-то вот, когда ехали с Кубани, вот сейчас, наверное, как бы, чувствуешь, что народу побольше везде, и, как бы, ажиотаж небольшой. Ну, по делу Кубань дважды добилась победы над Ростовом? Ну, в первом матче, как бы, не знаю, там тоже могло бы и по-разному получиться. Во втором, я думаю, мы были сильнее там во всех показателях, по технико-тактическим действиям, по многим аспектам. Но вот так получилось, что футбол, это табло показывает счет. В этом матче за Ростов дебютировал Игорь Смольников. Ты с ним знаком до этого был? Нет, не знаком. Сейчас вот только недавно ты знакомишься. Почему я спросил, теперь люди, находящиеся на западной трибуне, очень легко вас могут спутать по прическе и вообще по внешнему виду. Нет, ну да, у меня девушка даже путает. Вот пришла на футбол, тоже не могу. Перепутал я пару раз. Ты уже много очень перепробовал в этом сезоне позиций на поле, да, и играл и под нападающим, и вторым нападающим, и левого полузащитника, даже в обороне мы успели тебя посмотреть, пусть не очень удачно. Все-таки как тебе удобнее ходиться на поле? Как бы долгое время там, ну и в нападении, и в центре, и слева играл, в защите даже бывало, но просто когда тренер хочет меня видеть слева, я думаю, лучше тогда всегда наигрывать слева, или там в центре также. А иногда, переходя там из центра даже, там налево, не получается игра. Но лучше, я думаю, сейчас пока на данный момент в центре я буду смотреться. Ожидал ли ты, ожидал ли ты, что сумеешь вот так достаточно быстро за один сезон влиться в основу и заиграть на стой? Ну, ожидать не ожидал, делал то, что мог, как бы старался, а там как получилось, ну что, ожидать ничего нельзя. Может все что угодно получиться. Сейчас Дима Маляка получил травму, очень неприятную. Как ты с ним созваниваешься, поддерживаешь? Ну, созваниваюсь, поддерживаю, он там в Москве сейчас был там пару дней до этого. Вчера, по-моему, если не ошибаюсь, мы как раз должны были сделать операцию, вот сегодня буду еще звонить и звонить. Тяжело без друга здесь находиться? Ну, тяжело, но все равно нормально, тут есть много ребят, с тобой так же общаюсь, с Димой тоже. Зимой, когда мы разговаривали с тобой для официального сайта Ростова, ты сказал, что, в принципе, был не прочь бы и остаться совсем в команде. Ну да, я не прочь, как бы, это сейчас... Ничего не поменялось, то есть, да? Нет, мне все устраивает, все хорошо, надо подождать пока, немножко. Уже август месяц наступил практически, успел ты очень хорошо познакомиться с городом, может быть, что-то понравилось особенно? Ну, познакомиться успел, там, побывал в пару местах, как раз на Левом берегу тоже посетил, там, очень понравилось все, но так особо, только домой, тренировка и в личное время больше ничего. Что делать? Ростов постепенно начинает увязать внизу, и это, конечно, не может никого радовать. Ближайшая игра с Териком, как думаешь, грозенцы, я думаю, будут очень озлоблены после такого ухожения? Прогрессы будут по-любому, потому что там Спартаком сейчас 2-4, когда они вели 2-0, тем более Динамо тоже опять вели, проиграли там 6-2, и игру показали, как бы, особо хорошее. Там, то есть, по-любому, на нас будет очень сильный настрой, там, будет все делать для того, чтобы они победили. Но мы, в свою очередь, также будем так же тренироваться, как мы хотим. У нас, я думаю, все получится, и тем более видно, что у нас есть прогресс к этому. То, что у нас все лучше и лучше, все налаживается. Ну, сейчас все равно, как бы то ни было, какая бы атмосфера ни была в команде, я думаю, 14-е место давляет, да? Ну, как бы это по-любому давляет. Знаешь, там, в один раз можно выиграть, там, сразу прям настроение вообще сразу по-другому получается. Когда проиграешь, проиграешь тяжело, и морально, физически, на тренировке уже как-то, знаешь, тяжеловато. А когда чуть-чуть победа пошла, там, первая, вторая, совсем по-другому уже. Как изменилась атмосфера в команде после прихода Эктора Бракомонта? Все говорят, что он такой заводил достаточно серьезный. Ну, заводил там и он, и Элсон там, и еще там пара ребят уже, не знаю, там даже были просто до этого ребята с ним знакомые, как бы общались, и, ну, достаточно такие, да, веселые, общительные. Песни под гитару не поют, они случайно на базе, нет, вдвоем? Нет, так-то известно, что он там может что-то сыграть, но пока еще так не доходило. Может быть, повода не было дальше, наверное? Ну, да, в принципе, так и есть, наверное. Совсем недавно ты был в расположении сборной России, не удалось сыграть. В чем причина, и вообще расскажи немножечко вот об этом матче. Ну, причина как бы уже заранее была, с Волгой я там получил небольшое повреждение, я хотел отзвониться сразу туда, сказать, что, ну, в принципе, смысла не было ехать, потому что я там два дня полечился, ну, так же, как и здесь, только мне лететь пришлось бы туда, и все. Ну, и все равно полетел, потому что надо было появиться, там доктора меня смотрели, я сразу этим же днем улетел вечером в Ростов и продолжал здесь уже лечение. Ну, сам матч вот этой против второй сборной, да, ты его, я так понимаю, видел, да, в Нижнем Новгороде? Вот как ощущение, нужна ли вторая сборная России, и как вообще ощущение от матча? Молодежная сборная против второй сборной? Это что-то интересное и новое в нашем футболе. Интересное и новое, там, в принципе, люди как друг другу знакомы, не знаю. Но мне кажется, в принципе, может быть, она и нужна, когда сейчас период, там, до 21-го уже, вот, что правильно, молодежная сборная получается, там уже, кто в нее не попадет 22 года, уже, как бы, в сборную, как бы, не получится у них сыграть. Ну, а эта команда, может быть, там, даст толчок, как бы, к национальным больше. Больше, как там, 24 года, может, можно подраскрыться. Победа закономерна все-таки была в этом матче или нет? Ну, так там была игра, такая, не особо там, какие-то особые там моменты были, но, ну, вполне, я думаю. Впереди у Ростова, помимо игры с Териком, очень важная и интересная для всех болельщиков встреча с Анжи. Я думаю, что к этому моменту уже окончательно оформят все свои документы, СМИ или ТО. Как тебе интересно будет сыграть против такого футболиста? Да, мы с Хареном Барамяном даже перетренировали. Он говорит, сейчас вот как раз Анжи, говорит, приедет, сейчас прикинь, там, и ТО будет. То есть, да, я говорю, ну, конечно, будет здорово сыграть. Вообще, по ощущениям, Анжи все-таки будет бороться за верхушку таблицы? Я думаю, вполне да. Ну, не хочется утереть нос этим парням, миллионерам? Хочется, конечно. Там даже, ну, причем-то миллионеры, не миллионеры, всегда Анжи там надо по-любому. Ну, в первом круге, я думаю, ты помнишь хорошо этот матч, не все было решено, скажем так, в самой игре. Да. Я ничего даже не хочу там говорить, в чем там было все решено, но те люди, которые понимают футболь, которые там даже смотрели в чем-то, были уверены, что там не было ничего особо такого. Что бы ты сказал ростовским болельщикам, которые сейчас, как я думаю, как и команда, они находятся, может быть, в немножечко подавленном настроении, и расстроены, огорчены последними результатами, несмотря на победу над Волгой. Что бы ты им сказал, пожелал, может быть, набраться терпения? Да, как раз я хотел бы этого и пожелать. Даже если когда-то у нас что-то не получается, ребят, знаете, то, что мы всегда стараемся до конца, мы все делаем для того, чтобы команда выиграла. Просто иногда что-то не получается, так не все зависит от нас. Морально иногда команда на таком уровне находится. Я желаю то, чтобы всегда нас поддерживали, наоборот, тяжелый момент. Лучше сказать нам, молодцы, старайтесь, чем там что-то делать другое. Спасибо, Макс. Я напомню, что гостем программы «12 минут футбола» был полузащитник-нападающий футбольного клуба «Ростов» Максим Григорьев. Еще раз пожелаем нашей команде успехов в Грозном. Предстоит очень и очень непростой матч. Я надеюсь, что мы вернемся из Чечни с хорошим очковым багажом. На этом все. Меня зовут Максим Пономарев, и это была программа «12 минут футбола». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова